Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем играть в тупого уратила за империус и санидов и как вы помните в конце прошлой серии мы начали плавание, поход против Аксума, против Эфиопии вот, соответственно я думаю, что раз мы идем, скажем так, в район Эфиопии и Южной Аравии потому что втянул нас в войну с Аксумом Химьяр, который находится у нас в Йемене, да? в Южной Аравии, имеет смысл ненадолго отлечься от истории непосредственно санидов и немножко поговорить об их соседях в том числе, потому что в конце концов, как вы знаете империя санидов была уничтожена арабами, а если как бы не уделять внимания истории до мусульманской Аравии получается как будто арабы выпрыгнули как черты с табакерки и не очень понятно откуда они вообще взялись то есть были какие-то пустынные кочевинки, сами понимаете, что если бы, так сказать, они жили исключительно в пустыне то вообще достаточно странно, почему собственно арабов оказалось столь много, что они смогли противостоять противостоять двум сильнейшим державам того времени, то есть Византийской империи и империи санидов это в общем достаточно странно выглядит, если не принимать в расчет некоторые факты, которые знают далеко не все в частности то, что еще задолго до падения империи санидов, арабы, например, разграбили Ктесифону ее столицу, это к вопросу о том, что они уже тогда представляли собой довольно грозную силу ну и собственно направляемся мы, наша армия сейчас под руководством нашего наследника отправляется в регион с весьма богатой древней историей, где тоже кипели политические страсти про которые, правда, далеко не все знают ну, во-первых, надо сказать, что, так сказать, вообще история вот этой Эфиопии и Южной Аравии очень тесно связана друг с другом, что понятно, потому что страны практически соседние разделяет их Красное море, которое очень-очень узкое вот, вообще говоря, в Эфиопии туда проникло, семитские языки туда проникли еще достаточно давно во времена, когда существовало так называемое государство под названием Саба или оно же Сабийское царство собственно, оно упоминается в Библии, вы, наверное, знаете, царица Савская собственно, это вот, она откуда была так, нам тут предлагают, ну, за богиню домашнего очага, блин ну, хотя бы 1500 давайте платим, ну, ладно будем укреплять брачными союзами эти наши связи с сатрапами, собственно я не хочу, чтобы мне сразу все ударяли в спину потом пусть, собственно говоря, почему бы и нет пусть будут династические браки, раз они нам позволяют ну, так вот, было вот это Сабийское царство достаточно, оно было весьма древним государством даже не помню, в каком веке оно образовалось, но задолго до нашей эры вот, и оно основало колонию в Эфиопии вот, то есть на другом берегу Красного моря которое достаточно быстро отделилось, провозгласило независимость в общем, в итоге, собственно говоря, эфиопские цари, они там есть такая легенда, что, значит, эфиопские цари, в частности государство Аксум, против которого мы и племем воевать были, значит, вообще потомками царицы Исавской и царя Соломона вот, то есть так называемая Соломонова династика ну, в общем, в принципе, государственной территории Южной Аравии было довольно много это нам прозрачно указывает на то, что там был совершенно другой климат в те времена он явно был более влажным, поэтому там могло жить довольно много людей вот, ну и плюс, на самом деле, даже сейчас в том же Йемене существует такое явление, например, как в Аде то есть это достаточно большие реки, которые существуют, правда, только в сезон дождей потому что, сами понимаете, тут Индический океан, сезонный климат там, посадный, мусорный, в общем, ну, такого плана вот, ну и, короче говоря, Химьяр это одно из вот этих государств там, кстати, существовала своя письменность на основе так называемого древнеаравийского, этого, Южноаравийского письма оно, кстати, на арабский язык, который, по идее, был придуман ну, на самом деле, есть разные варианты, где он был придуман некоторые говорят, что он пошел от Набатейского письма, некоторые говорят, что государство Лохмидов его придумали кстати, государство Лохмидов, на самом деле, называется Хира Лохмиды это правящая династия, это все равно, что называть, не знаю, там Российскую империю, царство Романовых ну, собственно, мы империю социанидов называем тоже не совсем правильно, потому что вообще правильное название страны Иран-Шахар, то есть Иранское царство ну, ладно, не будем отвлекаться ну, так вот, в общем, что, собственно, творилось в рассматриваемый период в Эфиопии и Южной Арабии во-первых, надо сказать, что Аксум был весьма и весьма серьезным государством, с которым мы сейчас будем воевать достаточно сказать, что вот этот мани, который основатель манихейства, он, собственно, когда в одной из своих речей ну, собственно, манихеи пытались, грубо говоря, я уже говорил в прохождении Западной Римской империи, что манихейство это синкретическая религия, которая пыталась объединить, в общем, фактически все религии в одну да, то есть там признавался Иисус, что он там был пророком, но, значит, говорилось о том, что пророков было просто несколько да, такая, знаете, такой вариант пантеизма, можно сказать ну, и, короче говоря, мани перечислял великие державы и перечислял он их, насколько я помню, всего-то, всего-то четыре если я не ошибаюсь, да, всего четыре, то есть Римская империя, понятно значит, Империя Сассанидов, тоже понятно Китай, ну, тогда уже, как бы, Китай вполне себе был известен я, честно говоря, не помню, там Империя Хань еще существовала в тот момент или нет, это надо прикинуть года ну, короче говоря, Империя Хань-то была, так сказать, весьма, весьма серьезной, одной из самых могущественных династий в истории Китая, вот, ну и Аксум был четвертым, то есть Аксум считался очень серьезным государством вот, надо сказать, что, к примеру, были известны факты того, что эти правители Восточной Римской империи организовывали, например, совместные военные походы с Аксумцами что, как бы, ну, сами, правда, понятно, что Восточная Римская империя была вынуждена договариваться много с кем с племенами славян, с аварами, да с кем угодно но, тем не менее, все-таки показатель, то, что Аксум рассматривался как некий партнер и явно существовали дипоотношения, так сказать и даже, более того, известен случай, когда, значит, этот первосвященник так сказать, человек, который во многом ответственный за крещение того самого Аксума а Аксума, это была христианская страна правда, там с религией все довольно сложно, но мы сейчас к этому перейдем так вот, этот самый первосвященник, его, в общем, византийский император просил выдать ну, византийский, восточный император, да просил выдать, что для разбирательства, на что Аксумцы просто промолчали, не стали выдавать то есть, соответственно, как бы, они имели возможность игнорировать мнение римлян что тоже, как бы, нам толсто намекает на то, что государство было весьма серьезное значит, так вот, короче говоря, шла борьба между Химьяром позднейшим из вот этих вот южно-аравийских государств и Аксумом в общем, Химьяре, Химьяре, кстати говоря, через какое-то время вот, Химьяр освободился где-то в 3075 году, ну, то есть, где-то лет за 20 до начала событий игры от господства Аксума, значит, и эта борьба имела в том числе и религиозный характер значит, если Аксум стал христианской страной в 333 году так сказать, правитель Аксума один из самых знаменитых крестился из Рана, насколько мы его звали, или примерно как-то так вот, собственно, причем крестили его по еретическому обряду ну, собственно, примерно та же самая история получилась как с готами, да, которых там крестили по арианскому обряду а значит, в Эфиопии стало распространяться монофизитское христианство с одной стороны, вроде бы, монофизитов преследовали, вроде как, меньше, чем ариан ну, если что, кто такие монофизиты, чтобы было понятно так, так, что у нас тут можно ли его назначить на должность, ранг у него второй а у нас, по-моему, особо нету с высоким рангом, так что можно назначать ну, в общем, короче, монофизиты — это христианская секта, которая признает только божественную природу Христа то есть, очень много было споров по поводу именно природы Христа то есть, там, например, ариане говорили, что у него створенная природа значит, там, нестариане там, богочеловеческая природа короче говоря, там, одни говорили, что природы эти отдельные, другие говорили, что природы эти единые едины, а вот монофизиты признавали только божественную природу Христа, и не признавали человечество, если я правильно понимаю. Ну, короче говоря, и в принципе, на самом деле, монофизитов вроде не так сильно преследовали, как Риан, и Аксун в некотором роде был византийской сферой влияния. Какое-то время, по крайней мере, договаривались они более-менее нормально. Значит, в Хемиаре же, ну, правда, это еще должно быть не сейчас, сейчас только начинается V век, а там, по идее, все это дело началось в VI, стали принимать иудаизм, правящий династией элита. Это, кстати, очень редкое явление, когда открыто иудаизм проявлял прозилитические, скажем так, установки, то есть вы знаете, что ну, прозилитизм это стремление религии распространиться на какие-то соседние страны. В принципе, он не для всех религий характерен в той же степени, как, например, для христианства или ислама. В частности, иудаизм это религия, в первую очередь, национальная, которая, в принципе, постулирует то, что евреи являются богаизборным народом. И, ну, как, по крайней мере, никогда иудеи не старались массово обращать, так сказать, в иудаизм другие народы. Это совершенно точно. Другое дело, что было в истории несколько случаев проникновения этих собственно, иудаизма в среду элит некоторых стран, которые были возможно выгодны, это было иудеям. Но, с другой стороны, есть некоторые, естественно, были некоторые другие основания для химьяра, в частности, стремление остаться независимыми и от христианской Византии и Аксума, с одной стороны, и от зарастрийского Ирана. У зарастрийцев с прозелитизмом было все... Ну, то есть, как раз зарастрийзм-то, по идее, стремился к расширению, но в силу целого ряда причин у него ничего не получилось. И недаром зарастрийзм пришел к современному весьма жалкому состоянию, ну, с точки зрения количества верующих и с точки зрения того, что там даже часть священных текстов утеряна у зарастрийцев. Но про зарастрийзм мы более подробнее поговорим как-нибудь потом. Короче говоря, один из вариантов занять такую нейтральную позицию было принятие иудаизма. Это с одной стороны. С другой стороны, возможны еврейские купцы, которых было довольно много. А вот этот вот регион Южной Аравии и Эфиопии это очень важный торговый регион, потому что через него идет торговля с Индией. То есть, с одной стороны, Римская империя, с другой стороны, Индия. Сами понимаете, что торговать через Сассанидов с Индией это как-то совсем не весело. Торговать через Руси тогда не было. Торговать через каких-то кочевников с Северокаспийского моря это нереально. Соответственно, это был единственный вменяемый торговый путь. Естественно, там, где торговля, там, соответственно, гешефт, а где гешефт, там известный кто. Короче говоря, так или иначе в Химьяре часть, знаете, пришла в лудаизм, ну, почти даже все, знаете, и начались очень жесткие гонения на христиан. Собственно говоря, там, в частности, когда был один из городов, где было христианство весьма распространено, там, в общем, когда его взяли правительственные химьярские войска, вот, они просто там выкопали, значит, ямы, заполнили горящей смолой, ну, и сказали, ну, либо вы, ребята, становитесь иудеями, по вере, или мы вас, соответственно, кидаем в эту смолу. В общем, на самом деле, сами понимаете, что тема эта достаточно сложная, потому что, естественно, если обсуждать в экономической среде, то сразу там начнутся какие-то обвинения в антисемитизме, поэтому просто вот перечисляю факты, то, что шла борьба, шла борьба иудеев и христиан на тот момент. Ну, на самом деле, кончилось все это поражением химьяра, потому что, опять же, аксумы восточной Римской империи объединились, ну, и в итоге христиан вот этот, как он называется, в итоге, так сказать, химьяр был захвачен эфиопскими ставленниками, там был поставлен, эфиопский, так сказать, гарнизон, и даже химьяр предпринимал поход, поход совместно, там еще были кинды, если не ошибаюсь, тоже христианизированные арабские племена против мусульман, то есть против мекки, так называемый поход слона, это было позднее сделан, ну, как когда уже стал появляться ислам, а, так сказать, при этом, ну, так сказать, поход закончился ничем, потому что армия банально вымерла от эпидемии, и, надо сказать, что это очень значимое событие в арабской историографии, и даже в Коране есть упоминания про этот самый поход. Ну, короче говоря, такое вот весьма интересное государство, действительно, в основном за счет торговли пряностями оно существовало, и, ну, вы видите, собственно, на карте как раз это единственный регион, как раз, ближневосточный, где есть какие-то торговые все, ну, в смысле, ресурс пряности, да, вот, соответственно, за счет этого ресурса очень сильно эти все ребята разбогатели, что Аксум, что Химьяр, хотя и соперничали в геополитическом плане. Ну, в общем, короче говоря, ну, а впоследствии, естественно, Химьяр был завоеван уже мусульманами. А сами мусульмане, кстати, что интересно, если вы взгляните на карту, то, в общем-то, очень интересная точка, собственно, ну, как, особенность есть, да, с одной стороны, мусульмане явно были ориентированы на то, чтобы все вокруг завоевать. У них, вообще говоря, очень древние традиции, так, тут вражеский флот стоит, Ага, отлично. В общем, у мусульманов, вообще, у арабов, у арабов, даже еще не мусульман, очень древние традиции, скажем так, военной теократии. то есть, в частности, вот, в той же Южной Аравии верховные военные вожди, они назывались мукарибы, и на самом деле они были нечто среднее между воином, главным воином, так сказать, военачальником, да, и верховным жрецом. Поэтому, на самом деле, для арабов весьма типично то, что они потом стали выстраивать, халифат, и, например, те же самые разногласия между суннитами и шиитами, а сейчас, кстати, в Евене как раз идет гражданская война, и, в принципе, вот эти вот хуситы, как раз и шииты, да, которых поддерживают ираны, и, кстати, вроде бы, я так понимаю, но я, правда, краем глазом слежу за этой войной, вроде бы, они одерживают пока что верх, за счет иранской помощи, несмотря на интервенцию Саудовской Аравии, да, вот, ну, в общем, посмотрим, чем там все закончится, это пока говорить рано, что-либо, так о чем я говорил там, а, ну, собственно, разногласия между суннитами и шиитами, конечно, есть и по поводу почитания или не почитания сунны, как священные книги, это понятно, но исходно-то это были вообще военно-политические разногласия, то есть, какая, династия должна править, потому что правящая династия, это же все были родственники пророка, это вот в христианстве-то Иисус, значит, родственников людей не имеет, да, ну, в смысле, каких-то там, скажем так, достойных мирской власти, по крайней мере, с точки зрения христиан, да, а вот у арабов все совсем не так, у них именно такая была система, ну, так вот, дело в том, что бросается такая интересная деталь в глаза, если мы посмотрим на карту арабского мира, то есть, карту арабского халифата, как он стал расширяться, очень странно, так сказать, вроде на север, значит, арабы пошли, там, значит, на запад пошли, на восток пошли, вот, стали распространять везде ислам, однако, вопрос, а почему, в общем, с одной стороны, значит, есть аравийский клоустров, а с другой стороны Эфиопия, которая осталась христианской, то есть, христианскую Эфиопию, то есть, аксун, арабы завоевывать не стали, аксун еще тогда существовало, вообще аксунское царство, оно просуществовало где-то с первого века нашей эры до где-то девятого века нашей эры, и это не первое царство, кстати, в Эфиопии, там еще до них был всякий пункт, потом было царство с замечательным названием Дмт, через апострах, ну, в общем, не будем о них, короче говоря, почему арабы не завоевали, по идее, одна из причин, то что, мусульман они принимали весьма активно, аксун, возможно, даже то, что в этот период аксун пытался каким-то образом, ну, скажем так, обозначить противодействие Восточной Римской империи в этом регионе, то есть, государство весьма серьезное, хоть у него было, кстати, не так много городов, так, кстати, Ария, ну, нет, они что-то, они что-то не очень, ладно, так, чахотка, неуплата налогов, господин, должен сообщить вам, что некоторые граждане не уплачивают налоги, сейчас посмотрим, сосан должность получил, отлично, так, некоторые граждане отказываются платить налоги, справедливо устанавливаемые вами, давайте пробуем их уговорить высылать войска, вообще, конечно, мы восточная держава, надо было высылать войска, но давайте попробуем их уговорить, вдруг, есть что-то, что-то серьезное, так, у нас тут прокачался наш флотоводец, ну, собственно говоря, мусульман, в общем, принимали в Аксуме, поэтому, вроде как, его не стали завоевывать, арабы, хотя, возможно, Аксум просто дал им взятку, хотя, с другой стороны, брали ли они взятки на первом этапе со своей экспансией, тоже большой вопрос, короче говоря, это все теряется в тайне веков, точно так же, кстати, как и конец Аксумского государства, потому что поздний период этой истории Аксума практически неизвестен, в частности, непонятно, из-за чего оно пришло в упадок, то есть, есть версия, что это, что на Аксуме больше, чем на многие другие государства, сказывалось изменение климата, которое было в конце средних веков, потому что, опять же, то же самое, вот это вот средневековый климатический письм, о котором мы говорим, он, вообще-то, продолжался очень долго, насколько здесь начинается в игре. Вот, в частности, вроде как, есть версия, что Нил стал изменять свое течение, а для многих государств в общем-то, изменение течения рек это жуткая катастрофа, особенно в жарких регионах, вот, например, собственно, я вот сейчас с братом мы записываем кооп Виктория-2 там в государстве, Хива, да, Хивинское царство, ханство, оно же Хорезм, вот, и там, в общем, несколько раз оно переживало катастрофу, тупо из-за того, что Амударяя меняла русло, все, то есть приходилось просто бросать столицу со всеми вытекающими последствиями, там, караванные пути менялись, в общем, все было очень сложно, ну, в общем, как-то так, вот, именно с такими ребятами мы идем сражаться, Химьяр, как вы понимаете, в зону влияния Сосонидов надолго вроде бы и не попадал, но, тем не менее, в игре, так как с Сосонидом почему-то все благоволят, Химьяр у нас будет нашим, так сказать, союзником, попробуем там внедрить за расстрел в дальнейшем, так, у меня здесь низкая сплоченность, поэтому на флот я ставлю, на флот я ставлю этот режим патрулирования, а вот армию сейчас мы вообще поставим лагерем, потому что сейчас могут вроде у противника минимум два стека, и мы сейчас Адулис попробуем взять, для нас будет весьма важный город, опять же, здесь имеются пряности, которые, черти, сколько стоят, и правда, я, честно говоря, не знаю, сможем мы все-таки такое количество пряностей распределять с помощью нашей торговой системы, но попробуем, все-таки у нас довольно много государств, торгуют, правда, некоторые из них сами пряности производят, что печально, даже, наверное, не производят, а импортируют, потому что пряности, видимо, скорее, индийского происхождения. Ну, посмотрим. В любом случае, лишний ресурс лишнего не бывает в этой игре. Вспоминаю свои типы, голодные в ресурсном плане годы за Подмиринскую империю, да, печально, конечно. Так, нас, кстати, может продолжать продвижение наших товарищей по должностям. Этим, кстати, опять же, сациониды сильно отличаются в выгодном плане от Западной Римской империи. По крайней мере, здесь на начальном этапе хотя бы можно нормально продвигаться, не то, что там. Вообще, на мой взгляд, учитывая, опять же, существующие сведения об Аксумии, я бы не отказался даже, знаете, от DLC, где можно за него поиграть. Потому что интересное географическое положение в частности, да. Вот, и... Да, в игре, в игре, конечно, много просится на доработку. Кстати, тут вышел этот Assembly Kit. А, ну-ну-ну-ну, Аксум хочет мириться. Кстати, у Аксума другие религии, да. То есть, монофизитов причисли к темному культу. Ну, это бред, конечно, потому что вообще, так сказать, современные наименования вот этих монофизитов, это, ну, что-то типа древневосточных православных церквей, православных. То есть, они как бы, как бы отдельные, но, как я так понимаю, как и Копцкая церковь, я не буду смотреть заставку про Пилу, от его родился. если хотите посмотреть заставку, ищите, ищите серию за Западную Римскую Империю, ну, я по второму разу не собираюсь, скорее, на это время. Хотел этот лох мясной, мы его уже убивали, так что мне уже пофигу. Тем более, ну, наверное, нам придется с ним столкнуться из-за сассанидов, ну, честно говоря, я не собираюсь заниматься разборками с ними гунами за них. За Западную Римскую Империю там будем их, конечно, добивать, но что-то сейчас пока, если честно, не очень хочется за них играть в ближайшие дни, но потом, конечно, мы продолжим. Просто уже честно, честно говоря, Западная Римская Империя немножко поднадоела. Так, ну и что, можем мы атаковать Адулис. Флот мы подводим. Вот, подводим, ну и вне зависимости от соотношения сил надо, надо, по крайней мере, мне освоиться сассанидской армией, она очень сильно отличается от римской. И я не уверен, что я первую битву проведу хорошо, потому что очень, очень многие вот, ну вот, в частности, ударная кавалерия такой род войск, которым надо уметь играть. Я, я не умею, это нужно учиться, тренироваться. Надо прикинуть сейчас, насколько они вообще хорошо будут, ну, грубо говоря, не дохнуть, потому что, если они будут дохнуть очень быстро, значит, придется им действовать исключительно таким скальпелем, скажем так, и желательно все-таки не приштурми городов, ну, Значит, флот у нас, по идее, слабее вражеского, поэтому давать нормальный бой на море смысла нет. Хотя, 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 то есть, просто у них, понимаете, у них, во-первых, здесь есть свой боевой флот довольно большой, а во-вторых, у них есть гарнизонный флот, то есть, в итоге у них там значительное превосходство в силах. Имеет смысл высадить на берег, во-первых, нашего, как бы, адмирала, я даже не знаю, как его назвать, на арабском, да, вот, хотя, какой у нас арабский, у нас не арабский, у нас фарси, так сказать, древнеперсидский язык, на, вот, кстати, опять же, вот, если почитаешь историю, конечно, такие интересные аналогии возникают, вот, я такое, знаете, лирическое отступление сделаю, вот, например, есть, такой фантастический роман, очень известный, Дюна, да, вот, в принципе, ведь, можно сказать, что мы, такой, знаете, вот, смотрим эпоху, которая является историческим прототипом этой самой Дюны, то есть, как бы, империя в Дюне, это, можно сказать, империя Сассанидов, потому что там названия-то все на фарси, то есть, там, те же Сардулкары, это, значит, воины, про, значит, на фарси, да, а, соответственно, Фримены, это, как бы, арабы, да, то есть, показывают, как арабы победили более цивилизованных персов. Ну, конечно, это, опять же, упрощенное представление, то есть, как вы понимаете, я, собственно, в начале серии о чем говорил, то, что нельзя сказать, что арабы появились из ниоткуда, у арабов существовали свои государства еще в доисламском варианте, да, у арабов, что у них существовало, ну, формировалась своя письменность уже на тот момент, то есть, формировалась определенная культурная традиция, были и военные традиции, вот эти самые мукарибы, собственно, опять же, существовали арабские города, ну, и вообще, надо сказать, что не все знают, но Мекка и Медина являлись священными, ну, по крайней мере, Мекка являлась священным городом до Мухаммеда, то есть, там находились идолы арабских племен, другое дело, что эти идолы Мухаммед, значит, там уничтожил, хотя, опять же, не все, по идее, вот это вот Каба, то есть, одна из главных святынь ислама, где находится этот самый черный камень, так называемый, это все восходит к языческим традициям, то есть, в принципе, там имелась такая, знаете, неразрывная традиция в некотором плане, так что, опять же, ну, опять же, то же самое случай с разграблением Тесихона тоже указывает на то, что явно у арабов мощь-то их нарастала постепенно, долго, но нарастала, то есть, то, что они были не в фокусе исторических событий главных, это не значит, что у них там ничего не происходило, ну, 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 так, ну, в общем, я не знаю даже, имеет ли смысл, знаете, прачниками я пожертвую, потому что, ну, во-первых, у меня там половина этих прачников наемные, которых особенно не жалко, во-вторых, да и, собственно, знаете, мне вообще, вот, компания засонила, свои войска не очень жалко, потому что, мне главное не терять генералов, а так, в общем, ну, войска, и что, новые найму, так сказать, денег, куру не клюют, по крайней мере, пока, пробую я сейчас погонять этих конных копьеметателей, вот, много раз я говорил, повторю еще раз, не терпеть не могу этот рот войск, потому что я не знаю, никак играть за них, никак играть против них, потому что, когда играешь за конных копьеметателей, скажем так, постоянно, либо лучники, начинают обстреливать и расстреливают их нафиг, либо еще что-то происходит, либо их там перехватывает конница ближнего боя, а если они против тебя, они умудряются, грубо говоря, и умудряются выдерживать ровно такое расстояние, чтобы он сам мог тебя атаковать, а ты его или там не догонял, или еще какая-то дрянь была, ну, давайте попробуем, ну, вот опять же, противник сразу тут подвел своих этих штурмовую кавалерию, сейчас посмотрим, вот собаки, да, ну, вот хрестоматийный пример, на самом деле, я сейчас понесу огромные потери в кавалерии, просто потому, что вот эти ребята очень грамотно поюзали своих метателей, потому что метатели против ударной кавалерии, это страшные ребята, заходим в центр города, тут у нас идет драчка, ну, опять же, всех я, конечно, тут не привью, я думаю, что имеет смысл подождать хмарпевки, ну, да, ну, в общем, да, в общем, жесть, короче, вот эти катафракты меня, во-первых, они радуют своей прочностью и много чем еще, и все-таки не надо учиться им играть, я их всех буду поучно слить, и тут уже, как видите, на узких улочках города не разбежишься, а штурмовая кавалерия где? Ну, в общем, короче говоря, это, походу, это будет очень, очень, очень плохая битва, в общем, не надо так делать, как я сейчас делаю, адмирал высаживаем, ну, давайте уже, блин, тут сука народу, а все не могут убить один ряд кавалерий, опять же, вышки нам сейчас огромное количество потерь нанесут, потому что бронирование войск пассионидов явно намного ниже, чем у римлян, да и у римлян, я и говорю, что не очень любую штуку. Ну, по крайней мере, знаете, ребят, это, чем эта битва хороша, на мой взгляд, это тем, что здесь нет стандартной схемы, которая присутствует в 90% моих полевых битв, это когда я просто расставляю впереди копия, за ними мечи, на флангах метатели, и, значит, все идет по накатанной схеме. Здесь будет все по-другому, здесь и войска другие, ну, и сам факт штурма, тем более, что он происходит с участием морских сил. Уже поинтереснее, я считаю. Наши тут добивают, ну, можем попробовать их, конечно, куда-то отвезти, высадить. Не знаю, не знаю, мне их особо не жалко, они дешевые. Люди сломлены и пытаются спустить место. Ну, естественно, они сломлены. с другой стороны, опять же, наш флот сейчас выполнил одну интересную функцию, а именно вражеские всякие метатели типа прачник и прочих ребят и эти, как назвать, вражеские корабельные нагры, они вроде бы отстрелялись по нашему плоту. соответственно, мы сейчас можем просто встать на берегу и благополучно выбить этих товарищей и перебить. Да, и вот, кстати, чем мне не нравятся восточные города, их оборонять сложнее. вы сейчас наверное видите, что мы увидели несколько секунд назад, что здесь имеется аж 4 входа на главную площадь в то время, как в европейских городах 3. А, так вот, что я еще хотел сказать-то? Вышел этот ассембли-кит для Атилы и он вроде довольно неплохой. Он вроде довольно неплохой, хотя он, как я понял, по-прежнему не позволяет менять статистическую карту. То есть, грубо говоря, он вроде бы не позволяет менять расположение поселений, хотя, ну, по крайней мере, я видел такое, что пишут так, хотя вроде в ролике рекламного этого ассембли-кита показалось, что вроде как можно менять расположение поселений. Короче говоря, этот вопрос еще не прояснен, но можно делать многое, и, похоже, можно ждать некоторых модов на Атилу, уже кое-что делают, в частности, например, интересный, есть масса интересных модов в разработке пока что на тематику средневековья, модельки уже совершенно другие импортируют туда, да, вроде как мод по Властелину колец будут делать, хотя, по-моему, Властелин колец, если стратегическую карту нельзя переделать, это будет фейл, вот, ну, или, может быть, его сделать только для скирмиши, не знаю, вот, а вот по средним векам можно очень много чего замутить, потому что фракции движок позволяет много, ну, поселения, вы знаете, опять же, ну, конечно, менялись они в течение времени, но можно, на самом деле, поскольку здесь масштаб карты такой большой, то можно, условно, сделать, то что, например, вместо Аквилии Венецию поставить, они же практически в одном месте находятся, ну, или, например, как то же самое Катисифон Багдад, да, Багдад его вообще выстрелили в пику, так сказать, Катисифону, чтобы Катисифон загнулся, потому что Багдад его выстрелил примерно, выстрелил примерно 80 километров всего лишь от Катисифона, и Катисифон пришел в упадок, то есть, я его делал, а Багдад, соответственно, расцвелил. Вот, блин, вот, вы видели сейчас, как расцепились эти, я даже не знаю, как их назвать, лодки, блин, вражеские корабли. Ну, вот, честно говоря, что плохо здесь в морских боях, зачастую исход боя решают баги. То есть, грубо говоря, вот, появился статус, например, того, что корабль берут на абордаж. Все. А из-за чего он появился? Там буквально, знаете, на пару градусов корпус не довернул, все. Там, либо один статус, либо другой. Так, лучше подводим мы назад, потому что они отстреляли. Будем сейчас, так сказать, отыгрывать мы бездарное руководство в начале боя, потому что, собственно, писали в комментариях про то, что бездарные победы. Вот, ну, в данном случае действительно, бездарная победа. Я бы сказал, даже омерзительная победа. Ну, уж какая есть. Ну, как видите, даже балансер сейчас показывает, что равный шанс у нас противникам, но я думаю, что это не так, потому что им надо высаживаться. А раз надо высаживаться, значит, мы можем. Плюс, у меня еще есть какие-то боеприпасы на их, эти ребята. А, хотя, с другой стороны, они же, наверное, могут пополнять. это, ничего. Я ничего. Это будет печально, если они могут пополнять сейчас. Ну, да ладно, посмотрим. Ну, вот, прачники, как видите, ничего не пополняют, они просто стоят, и все. Лучше их расстреливать буквально. Копейщики пошли? Я сказал, копейщики пошли. Ага, ну, ага, и, кстати, у них-то есть, я так понимаю, я, я так понимаю, не только морпихи, но и кто-то у них. Обычные, что ли, воины есть? Я что-то, что-то я куплю немножко. Вот это, это эти, так сказать, прачники-морпихи, окей. Ну, опять же, просто на сушь мы одержим просто за счет численного преимущества. Одержим победу. Если они будут согласоваться. Интересно, с кем они там дерутся, вот, вражеский генерал, там, по центру, не очень понятно, сейчас. Заводим наших ребят во фланг. Подводим этих конных лучников, пусть они тоже. Пусть стреляют огненными стрелами, может быть, подожгут какой-то корабль, хотя, по-моему, этому реально это надо больше, 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 больше отстрел, больше, больше, не очень. Водим тех, кто отстрелялся. Сейчас, по идее, можем еще зайти в тыл, долбаной вкупе. Здесь, что хорошо, то, что с пляжа, там, когда они поднимаются, нужно опять же идти в гору, у нас преимущество по высоте. Песчаной косе. Так, ну давай. Всяки до нем. О, пошло. Отстрелялись, нет? Так, ребята, вы только по кунамущикам попадите, пожалуйста. Ну да, обстрел, в общем, принес свои плоды, уже начинают убегать вражеские морпихи. Ну сюда, видимо, никто особенно не пойдет, но мы на всякий случай сформируем здесь лену обороны. Вроде здесь последняя оставшаяся вражеская вышка не достреливает. У анагров корабельных тоже все патроны кончились, так сказать, снаряды. Так, тут, кстати, можно подвести еще нашу ударную кавалерию на тот случай, если кто-то опять же высадится не вовремя, скажем так. Не, ну они хорошо делают, что плавают к нам бортами, как я понял, с бортов-то они вроде более уязвимы для обстрела, чем с носа. Молодцы. Конечно, не мне юродствовать над противником после того, что я вначале боя устрела, но бывает, бывает, ну нужно учиться. Нужно учиться. В принципе, в принципе брать города кавалерии можно, хотя, конечно, это не оптимальный вариант, но можно. по крайней мере, теперь у нас наследник должен, я ему поставил еще подворительники, там, увеличение личного влияния, по крайней мере, должен прокачать свое влияние, и, соответственно, мы сможем не так сильно бояться смерти монарха нашего. Естественно, причем. Потому что монарх уже сколько там, 46 или сколько там лет. здесь уже в таком возрасте вполне народ помирает. Ну и, в принципе, тогда действительно многие люди жили недолго, хотя высших государственных становников это, конечно, касалось меньшей степени, хотя бы потому, что они лучше питались. Потому что для большинства населения голод был вполне себе привычным. С кем они там дерутся? Вот я не понимаю, с кем вражеский адмирал берется. Если они там баганут, и мне придется приграть этот бой, будет, конечно, не весело совсем. Пираты из пустыни. Это звучит гордо. Давайте ускорим скорость, потому что они что-то высаживаются очень медленно. хотя последовательно. Ну, опять же, вот, блин, Creative Assembly, ребят, ну, проработайте уже, вот, уже, как бы, формально Атилы считаются отдельной игрой. Следовательно, наверное, имеет смысл проработать вот эти вот, так сказать, наземно-морские бои нормально. потому что, ну, вот это, это ненормально, потому что они не пытаются нормально высадиться. Вот они меня на море разбили, окей, и чё, и чё, они тупят. Причем, самое интересное, что они могут просто, например, один корабль там может встать в море, и если я правильно понимаю, то вроде как это будет считаться, что я город не захватил. То есть, они просто могут в море уплыть и ничего не делать. То есть, с этим надо что-то делать, а разработчики как-то не очень делают. Окей, охватываем, продолжается вражеская высадка, охватываем товарища еще из фланга, тут понятно, что прачники не имеют никаких шансов против дельмитских воинов. Так, у конных лучников тоже практически все боеприпасы закончились. Даже не знаю, о чем на самом деле рассказать, пока у нас тут идет вот это велотекущее добивание противника. Да, ну вообще, на самом деле, даже несмотря на то, что мы очевидно одержим победу в этой битве, самое интересное конечно у нас еще впереди в плане противостояния Аксуму, потому что я так понимаю, у них минимум два стека имеются, возможно у них второй город, вот я честно говоря не помню так это или нет, он со стенами, я ненавижу города со стенами, возможно нам придется здесь окапываться и вообще нашу армию, может быть сделать даже еще одну армию, так сказать, построив здесь этот вербовочный пункт. Так что пока ничего не понятно, нам еще придется здесь держать оборону против Аксумских армий, и надо будет посмотреть, имеет ли смысл делать протекторат Аксума или все-таки присоединять его полностью к себе, потому что в принципе я практически уже исчерпал внутренние возможности развития, ну по крайней мере пока мы не следуем много разных технологий я практически исчерпал внутренние возможности развития ну грубо говоря основной сасанитской территории так что в общем-то Клав нам бы пригодился хотя конечно группция у нас возрастет ну что же делать это неизбежный волк это неизбежный армену армения спирт диаламий warrior advance от speed cover and catapult speak and act cover and catapult ну что ж атакуем пробуем все это наш ударную кавалерию хотя я опять же сейчас безграмотно ступил потому что я ее слишком широким фронтом растянул сейчас вы собственно видели почему нельзя растягивать широким фронтом войска с высоким чатом просто потому что мимо ну и битва у нас завершается победой конечно это это позорище хотя компьютер пишет что у нас решительная победа при том что наши потери даже больше чем у противника в общем это полный позор не делайте так но в целом в целом победили и ладно сейчас посмотрим какие мы идти по отрядах ну всего один отряд ударной кавалерии потери флота меня даже не так сильно интересует потому что не так уж сильно нужен будет дальнейшем а второй то город у этих жителей аксум это находится внутри государства да все всего у нас насколько я знаю в письменных источниках четыре города аксума причем один из них даже не совсем понятно где находится то есть они не локализованы из них опять же два есть в игре еще был один которого в игре нет это был просто крупный рынок слоновой кости насколько я знаю так что бы тебе еще качнуть товарищ хосров наследника наш кстати у него по-моему лояльность выросла за счет побед и вот кстати еще один балл сосанидов то что цена ремонта ну несравнима несравнима с тем что есть за западную римскую империю я не знаю почему может быть потому что мы совсем чуть-чуть это дело поломали да судя по красной полосе к есть так и рудник а рудник это похоже не наша не наша культура здесь дом предельщика ну давай тогда рудник снесем построим там нибудь санитарный построить ну в общем то наверное на этом то и все подписывайтесь на канал ставьте лайки и руете дальше будет еще интереснее мы сейчас еще тут посмотрим еще можно построить хотя вроде ничего нет в общем как то так с вами был андрей всем пока